В эфире Якутия 24, рубрика «Происшествия». В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. В Алекминском районе задержана подозреваемая в мошенничестве в крупном размере. 41-летний уроженка Казахстана подозревается в использовании своего служебного положения. Как установили полицейские специалисты организации, подделав подписи, составило два фиктивных договора. Первое на оказание охранных услуг и второе на доставку бутилированной воды. Общий материальный ущерб составил 550 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую в совершении преступления. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В Якутске молодой человек попросился переночевать и обокрал благодетеля. В столичную полицию обратился сотрудник страховой компании, который сообщил, что неизвестные взломали дверь павильона и похитили рабочий ноутбук. Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 19-летний уроженец Намского района. Выяснилось, что подозреваемого впустил переночевать охранник здания. Злоумышленник дождался, когда охранник заснул и совершил кражу. Установлено, что подозреваемый проник в помещение путем отжима замка в входной двери. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Похищенное изъято и возвращено законному владельцу. В Нейренгре раскрыт семейный подряд. Мать использовала своего ребенка для мошенничества. Социальный работник оформляла инвалидность на родственников и знакомых, чтобы получать выплаты в пенсионном фонде. Таким образом, они получили более миллиона рублей, пока не вмешалась прокуратура. Подсудимая, работая в Бюро медико-социальной экспертизы, воспользовавшись наличием в ее распоряжении бланков строгой отчетности, внесла в них заведомо ложные сведения об инвалидности своего ребенка. Также ей и с привлечением своей дочери оформлены документы об инвалидности на внучку. Аналогичным образом, женщина совершила еще одно преступление в интересах своей знакомой. В результате данных действий пенсионному фонду причинен ущерб на общую сумму более одного миллиона рублей. Суд приговорил женщину по трем эпизодам преступления к двум годам шести месяцам лишения свободы условно. Ее дочь к двум годам лишения свободы условно с назначением обеим испытательного срока на один год. В ДТП в Покровске по вине пьяного водителя пострадал ребенок. Накануне там столкнулись два автомобиля марки «Кариб». Виновник выехал на встречку и совершил лобовое столкновение. Как показало медицинское освидетельствование, водитель был пьян. Позже мужчина признался, что возвращался из рыбалки, где за день до ДТП распивал водку. В результате ДТП травмы головы и лица получил 7-летний мальчик, следовавший со своим отцом из школы на такси. Ремнями безопасности ни ребенок, ни родитель не были пристегнуты. У водителя такси все документы, требуемые на осуществление пассажирских перевозок, имелись. В Якутии оленевод убил своего знакомого. В избушке оленеводческого стада, расположенной в местности Ханыня Момского района, двое мужчин распивали спиртные напитки. Позднее между ними возникла ссора. Обвиняемый 27-летний мужчина нанес 55-летнему мужчине один удар ножом в живот. От полученного ранения потерпевший скончался на следующий день. Под тяжестью собранных доказательств обвиняемый признал вину в инкриминируемом им преступлении. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В Якутии стартовала акция «Неделя мужества». Сотрудники СОБР Росгвардии провели патриотический урок для школьников. Дети смогли примерить бронежилет, шлем и почувствовать себя настоящим защитником Отечества. Отметим, что во время уроков мужества сотрудники знакомят школьников с героическими и трагическими страницами истории Отечества. Воспитывают уважение к подвигам героев и способствуют формированию у подростков чувства патриотизма и готовности к защите Родины. Осужденные, отбывающие срок в Якутии, приняли участие в традиционном конкурсе на лучшую фигуру из снега. На первом месте оказались осужденные из исправительной колонии номер один. Второе место заняли мастера из отряда хозяйственного обслуживания первого СИЗО. Ну а тройку замкнули призеры-представители колонии номер шесть. Все осужденные, принявшие участие в смотре конкурса, будут поощрены. А командам, занявшим призовые места, в ближайшее время будут вручены грамоты и памятные подарки, сообщает Управление Федеральной службы исполнения наказания. На этом все. Берегите себя и удачи вам! Редактор субтитров А.Семкин